Друзья, привет! С вами Алена Самсонова, ваш практикующий психолог. И сегодня у меня для вас суперкрутая техника отпускания мыслей, отпускания ситуации, отпускания эмоций и отпускания себя в новую жизнь. Это видео максимально полезно, если ты застрял в какой-то истории, если у тебя каша в голове, если постоянно действия противоречат поступкам, либо тебя очень сильно раздражает какая-то ситуация, которая не дает тебе покоя. И в принципе это полезная техника для любого состояния, в котором ты испытываешь некий дистресс, небольшой стресс, который создает условия в твоем организме, чтобы ты как будто бы мобилизировался, как будто бы испытывал такое напряжение. И сегодня первое, что тебе нужно, это научиться работать со своей визуализацией, своим воображением. Техника простая, но проделав ее несколько раз, ты поймешь, насколько это круто работает в любой момент, если ты это научился тренировать и практиковать. Первое, это представить себе все те мысли, все те состояния, которые вызывают у тебя катастрофические ощущения. Представить прямых перед собой. Вот словно какой-то паровоз проезжает, и вот одна мысль, вот другая мысль, вот третья мысль. Либо мы берем с тобой ситуации, ситуации, которые вызывают у тебя негативный отклик. Ты хочешь как будто бы быстрее с ними распрощаться, но что они делают? Они тем самым сдавливают тебя, а тебе нужно всего лишь расслабиться. Как расслабиться? Представить также паровоз этих ситуаций, этих мыслей, этой мясорубки, которая происходит в твоей голове. И каждая мысль, каждая идея, она проезжает мимо тебя. Проезжает, и вот один отклик. Одну идею хочется взять, другую идею хочется выбросить, третью идею хочется порубить на кусочки. И так работает твоя эмоционально-волевая сфера. И так работает твоя психика. Суть здесь в чем? Представь себе просто вагон, который едет. И там твои мысли. И наблюдай за этой реакцией. Какие мысли возникают, и их хочется остановить, а какие мысли хочется наблюдать. Твоя задача наблюдать за импульсом, который возникает в ситуации, когда ты хочешь зацепиться за мысль, когда ты хочешь остановить мысль, когда ты хочешь погнаться за ней. И в любой позиции ты наблюдатель за мыслями, обстоятельствами, ситуациями. Дай им проезжать мимо тебя до самого последнего вагона. Когда это у тебя получилось проделать, практикуй это на работе, практикуй это дома, практикуй это в любой ситуации, когда ты испытываешь какое-то перевозбуждение и желание распрощаться с чем-то старым, либо выйти из ситуации. Ты можешь сесть и просто представлять. Вторая задача. В чем она состоит? Она состоит в том, что помимо того, что ты наблюдаешь эти мысли, ты очень легко отпускаешь их. Что значит отпускаешь? Значит, дистанцируешься и даешь им возможность проехать мимо тебя. Так работает визуализация. Это первое упражнение. Второе упражнение. Я прошу тебя подумать, от какой сейчас гнили в душе, от каких мыслей, от каких воспоминаний, от каких настроений, от каких ситуаций ты хочешь быстрее избавиться. И все, что тебе нужно, это всего лишь опустошить свою корзину. Твоя корзина – это твой компьютер, головной мозг. И когда ты проделаешь ту технику, которую я тебе сейчас дам на очищение, ты максимально сделаешь для себя чистый сосуд. Сосуд – это твое тело и твоя энергия. Когда я попрошу тебя представить в своей голове опустошенный сосуд, сделай это. Вот он пуст. А теперь наполни его и представь, что это сосуд – это ты. С твоими мыслями, с твоими идеями, с твоими негативными настроениями. Какой он? Большой, маленький? Яркий, темный? Полный, неполный? Представь этот сосуд максимально ярко. И складывай, 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 складывай туда все, что называется твоя жизнь. Твои истории, ситуации, возможно, неприятные люди, отношения с ними. Далее, что тебе нужно сделать? Возьми и представь, что этот сосуд перевернули. Перевернули, и ты его опустошаешь. То есть этот сосуд очищается, и хлам весь выходит. Можешь представить это, как какое-то текучее состояние, какая-то текучая смесь. Главное, чтобы он был пуст. После этого возьми, сделай глубокий вдох-выдох. Переворачивай этот сосуд. Возьми пробку и закрой его. Когда ты его закрыл, наблюдай, какой он чистый, прозрачный. А теперь с намерением проговори в этот сосуд хорошие и теплые слова, которые будут давать положительный настрой тебе на твою работу и на твою жизнь, на твою историю. И когда этот сосуд наполнится светом, просто представь, как он растворяется у тебя где-то в груди. И когда он растворился, представь, что он в тебе и помни о том, что он закрыт пробкой. Пока эта пробка закрыта, пока ты ее не вытаскиваешь, у тебя все хорошо. Когда в жизни ты понимаешь, что по каким-то причинам пробка отвалилась и опять сосуд полон. Теперь ты знаешь, как легко можно работать с подсознанием, очищать свой сосуд и наполнять новой информацией и новой энергией. Это невербальная техника и символ драмы скорее, которая помогает тебе быть чуточку энергичней, чуточку чище, чем ты был до моего видео. С тобой была Алена Самсонова, практикующий психолог. Мне очень интересно, как ты очищаешься, твои способы. Напиши их под видео, ставь лайки, подписывайся, приходи на консультации и, конечно, участвуй в моих вебинарах и семинарах. Субтитры сделал DimaTorzok